Итак, мы подошли к важному моменту, когда рассматриваем энергию и ископаемое топливо как инструменты и средства для построения партнерства и сотрудничества. И последний пункт, касающийся вопросов ископаемого топлива. Сейчас мы наблюдаем своего рода тенденцию, при которой ископаемое топливо представляется как нечто, приносящее только проблемы. Мы должны быть справедливыми. И также должны быть справедливыми к странам, богатым нефтью и газом. Эти страны не виноваты в том, что у них есть нефть и газ. Их нельзя обвинять в этом и дискриминировать. Считаю, что о деятельности стран с ископаемым топливом нужно судить по тому, как они решают проблему защиты окружающей среды, как они решают проблему зеленого перехода. И только после этого, после справедливого анализа, можно выносить суждения об этих странах. В противном случае, мы увидим своего рода разделительные линии между производителями нефти и газа и теми, у кого нет этих ресурсов. И раз уж разговор пошел об этом, я хотел бы также обратить ваше внимание на вопрос финансирования. Учитывая, что здесь, за этим столом, находится представитель ведущих финансовых институтов мира, финансирование и расширение Южного газового коридора и каких-либо других газовых проектов, должно реализовываться таким образом, чтобы не нанести ущерб нашей главной цели. Поскольку в Евросоюзе был и есть большой спрос на азербайджанский газ, к нам обращались многие страны. Как я уже сказал, шесть стран уже получают наш природный газ. С еще несколькими мы ведем переговоры. Потребность в газе есть. У нас же имеются ресурсы и инфраструктура. Мы считаем, что европейские финансовые институты должны основываться на реалистичном подходе в финансировании как минимум этого проекта. Он не должен оставаться в тени общеизвестных тенденций, выступающих против традиционных источников энергии. Конечно, мы все это видим. У нас активно ведется процесс перехода к зеленой энергетике. Вместе с тем, никто не должен забывать о том, что в ближайшие годы мир не сможет развиваться без традиционных источников энергии. И последний момент. Азербайджану выпала честь принимать у себя конференцию КОП-29. Как только было принято соответствующее решение в декабре прошлого года, Азербайджан начал подвергаться нападкам со стороны различных неправительственных организаций, СМИ и так далее. Единственное, в чем нас обвиняли, в том, что у нас есть нефть. Это считалось нашим самым большим недостатком. Хотя, как я говорю, это не наша вина. Это дар Божий. Но нас притесняли за то, что, дескать, страна, богатая ископаемым топливом, не может принимать у себя КОП. Давайте посмотрим на это с другой стороны. Да, у нас достаточно нефти и газа. Мы сможем прожить без возобновляемых источников энергии еще сотню лет. Все наши запасы доказаны. Все это знают. Но сам факт, что мы желаем провести это глобальное мероприятие по изменению климата у себя, демонстрирует нашу волю. За это нас нужно хвалить, а не нападать на нас. Мы не сделали ничего плохого. Но как только решение было принято, сразу же последовала скоординированная, консолидированная и очень несправедливая атака на нас. В предыдущие годы было много нападок на Азербайджан. Мы к этому привыкли. Мы можем защитить себя. Хочу лишь сообщить вам, что единогласное решение о проведении КОП-29 в Азербайджане является знаком уважения международного сообщества к нашей стране. Наша готовность провести это мероприятие и внести свой вклад в это дело является демонстрацией нашей «Зеленой повестки дня». На этом я заканчиваю свое выступление и еще раз благодарю вас за то, что вы с нами. Пользуясь этой возможностью, хотел бы пригласить вас всех стать нашими партнерами на этом важном пути КОП-29. Спасибо. 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 Спасибо.